Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на телеканале Обнинск ТВ. В эфире программа «Новости». Поговорим о событиях города и региона в студии Дарья Человекова. И Георгий Розоваев. Вот о чём мы расскажем сегодня. Подготовка кадров для атомной отрасли. Плодотворное сотрудничество. Делегация из Узбекистана побывала в ИАТ. Лестницы возле бывшего подвесного моста восстанавливать не планируют, но и демонтировать не собираются. В Белоусове по нацпроекту обновляют востребованные у жителей тротуары. По-новому взглянуть на взаимодействие педагогов и родителей. Эту тему обсудят на заседании Педагогического совета в Обнинске. Празднование дня города пройдёт на выходных, но вообще-то день рождения Обнинска сегодня. Именно 24 июля 1956 года посёлок Обнинское стал городом Обнинском по указу Президиума Верховного Совета РСФСР. Пожелаем нашему городу не терять индивидуальность, быть зелёным, чистым, благоустроенным и креативным. Пусть Обнинск будет достоин великих учёных, с которых начиналась его история. С праздником, любимый Наукоград! В конце мая Госкорпорация Росатом и власти Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по возведению атомной электростанции малой мощности в республике. Данный документ подписали во время визита президента Российской Федерации в Узбекистан. Для любого атомного предприятия один из главных вопросов – кадровый. И где, как не в первом Наукограде страны, в Институте атомной энергетики готовить высококлассных специалистов? Сегодня делегация Узбекистана во главе с Хакимом Джизакской области Эргашем Салиевым посетила Обнинский ИАТ. Строительство атомной электростанции малой мощности предусматривается в Джизакской области по российскому проекту. Мощность составит 330 мегаватт. АЭС малой мощности будет состоять из шести реакторов на базе установки РИТМ-200Н по 55 мегаватт. Такой проект востребован в странах, где не так велико потребление энергии. Кадры – это важная часть для любого масштабного проекта в атомной отрасли. Гости из Узбекистана посетили Институт атомной энергетики, где для них была организована экскурсия. Все то, что касается этого нового проекта, естественно, как руководитель региона, мне было бы интересно. Это начиная с образовательного процесса, это, естественно, и подготовка кадров, это, естественно, и фармацевтика в этом направлении, первую атомную электростанцию посмотрели. Я считаю, что и филиал, и академия очень интересны, и я думаю, что в дальнейшем мы будем, естественно, иметь связи, естественно, экономические связи, но я думаю, что экономика без образования, она далеко не уходит. В центре внимания, конечно же, был обзор учебных пространств, где готовят будущих специалистов для работы на атомных электростанциях. Уделили внимание и медицинскому образованию. Я считаю, что это очень быстрая такая ответная реакция, визит именно той области, где будет построена АЭС маломощности. Это очень серьезный проект Русатома, которому шли долго, и не случайно идет подготовка уже кадров из Узбекистана, в МИФИ, есть филиал в Ташкенте. И я считаю, что вот сегодня приезд руководителей этого региона, тех и городов, и предприятий, которые находятся и будут в непосредственной близости от возводимого объекта, очень важен. Обсудили вопросы подготовки кадров. Кроме того, делегация посетила и первую в мире АЭС, и МРНЦ имени ЦИБА. Поле для сотрудничества есть, и подготовка специалистов по эксплуатации атомных электростанций и обучение ребят в области ядерной медицины заинтересовали гостей. Мы сегодня показали нашему гостям и отделению биотехнологии, это и медицина, и ядерная медицина, и радиофармацевтика. У нас готовят и химиков, и радиобиологов. То есть спектр специальностей, по которым мы готовим, очень широкий. Но прежде всего, конечно, наших коллег и друзей интересует ядерная тематика, это перспективы строителей статурной электростанции. Им нужны специалисты, которых надо готовить. И здесь наш вуз, у нас сейчас уже из Узбекистана учатся молодые люди. Их пока еще немного, но с каждым годом у нас происходит рост. То есть планомерный рост, и вот это сотрудничество, я думаю, будет расширяться и в перспективе дальше. Сегодня в Институте атомной энергетики проходит обучение более 400 иностранных студентов. Это 67 стран мира. Основной поток обучающихся на отделении ядерной физики и технологий. Не меньшей популярностью пользуется и медицина. Микрорайон «Мирный» и «Старый город» в Обнинске соединяет мост через овраг. Когда-то он был подвесным, но после капитального ремонта поставлен на сваи. До обновления мост годами стоял перекрытым для прохода жителей. И был создан альтернативный путь по дну оврага. Выстроены лестницы, перекинут мостик через речку Репинку. Еще в 2020 году, когда на нашем канале выходил сюжет по этой теме, лестницы были доступны для пешеходов. Пусть ступеньки основательно подгнили. Позже альтернативный путь был перекрыт. Лестницы обещали демонтировать. Спустя 4 года этого не произошло. Наши журналисты обратились к директору муниципального автономного учреждения благоустройства Дмитрию Федорову, чтобы узнать, в чем же причина. После ремонта, соответственно, лестницы, эти ступеньки деревянные демонтировали, мост, ступеньки сами перекрыли для безопасности, соответственно. Ну, так как там внутри, кроме КНС, больше ничего особо не находится, поэтому пока решения о восстановлении их нет. Ну, они сами себе, говорю, пока предусмотрен, все-таки, как говорю, аварийный обход. То есть, если в случае, если что-то с мостом, я бы их случил, соответственно, то они будут, как опять же, альтернативный путь использованы. Все-таки это, как бы, такая, скажем так, артерия, которая связывает первую школу с другой частью города. Поэтому такая необходимость пока вот на всякий случай существует. Восстанавливать и держать в нормативном состоянии лестницы без веской причины не имеет смысла. По дну оврага в этой части Огненска почти и не ходят. Как утверждает Дмитрий Федоров, нареканий по состоянию моста нет. Рисков, что внезапно понадобится обходная дорога, не наблюдается. В городе Белоусова строят сразу две пешеходные дорожки. Первая – вдоль Варшавского шоссе. Ее строительство и благоустройство реализованы благодаря нацпроекту «Комфортная городская среда». Вторая – на улице Жуковская. Продолжает мост через реку Дырочная. Подробности далее. Участок тротуара вдоль Варшавского шоссе был построен в рамках программы «Комфортная городская среда». Жители города второй год подряд выбирают для реализации на средства федерального бюджета именно эту локацию. Дорожка очень востребована, ведь соединяет два микрорайона города. На горке у нас проживает большое количество населения. С учетом, что эта дорожка ведет в промышленную зону нашего города. И здесь находится школа и детский сад. Поэтому эта дорожка действительно востребована. Ей пользуется большое количество жителей. И теперь доступность, конечно, возросла после данного ремонта. Идет тротуар через жилой частный сектор. Дети и взрослые из которого ежедневно ходят в школу, на работу и в магазины. Здесь и раньше была оборудована дорожка на старом плиточном основании, довольно узкая. Жители микрорайона отмечают, теперь дорога домой или путь по делам стали куда удобнее. Конечно, конечно. И очень даже красиво. Смотрите, какая. Ну, во-первых, культурно это все. Правильно? А потом разойтись можно. Не надо. Коляска человек едет. И ты идешь навстречу. И это. Нет, очень-очень даже. Еще до конца продлили. Я даже не думала, что вы продлите. Второй этап строительства тротуара обеспечил почти 700 метров ровной широкой дорожки для жителей города. Асфальтовую полосу оформляют бордюрные камни, а вдоль установлены новые фонари, энергосберегающие. Сохранили ширину 2 метра. Вдоль тротуарной дорожки в самых необходимых местах установили лавочки. Это возле школы на горке и лавочки возле почтового отделения. Также поставили урны и установили 21 новый светильник. В этом году жители Белоусова вновь общим голосованием выбрали для благоустройства в рамках городской среды тротуар вдоль Варшавки. Третья очередь будет реализована в 2025-м. В следующем году мы планируем нашу дорожку завершить. Осталось порядка 300 метров. Планируем дорожку продолжать в сторону Калужской улицы. Таким образом у нас будет тротуарная дорожка. Широкая, удобная, новая, комфортная вдоль всей протяженности нашего любимого города. Второй новый тротуар появится в городе совсем скоро, работая уже на финальном этапе. Сейчас мы с вами находимся еще на одной дорожке в городе Белоусова, которую мы реализуем в этом году. Это улица Жуковская. Здесь по соглашению с Министерством транспорта Калужской области, с Жуковским районом, с соседним поселением Верховья мы в том году приняли решение, что нам необходимо соединить два наших населенных пункта тротуарной дорожки. У каждого была своя часть. В Верховье большая промзона, где работают многие белоусовцы. Кроме того, ребята из деревни ходят в школу города пешком вдоль проезжей части. В 2023 году пешеходную тропу построили со стороны сельского поселения до реки Дырочная. Сейчас работы продолжаются здесь, на территории Белоусова. В результате мы здесь получаем 250 метров тротуарной дорожки до моста с разделительной частью от дороги 8 сантиметров. Также здесь будет ограждение до поворота на пруд. Меняем полностью, не полностью, 8 светильников, меняем на новые энергосберегающие. Устанавливаются новые знаки ограничения скорости, соответственно. Будет ливневая канализация, ливневый ров. То есть воду все должны будем отвезти и от дворов, и от дороги. Подрядчик должен завершить тротуар до августа. И хотя с началом работ вышла задержка, сегодня рабочие укладываются в рамки контракта. В перспективе власти Белоусова планируют завершить проект ремонтом дороги к городскому пруду, если бюджет позволит. Анна Шапошникова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Белоусова. В системе обнинского образования ведется подготовка к началу нового учебного года. Ведутся ремонты в общеобразовательных заведениях, реализуются различные проекты. Впереди педагогический совет, который традиционно проводится в конце августа. На нем подведут итоги прошедшего учебного года и наметят планы на будущее. Какие темы в центре внимания обнинского образования сегодня, расскажем в следующем репортаже. В этом году решили сменить площадку. Рассчитывают собраться представители обнинских школ и детских садов на базе технической академии «Росатома». Почему именно техакадемия? Сегодня это учреждение активно включилось в реализацию программы по профориентации со школьной скамьи. Совместный большой проект получил название «Путешествие в профессию». Действительно, техническая академия «Росатома» очень интересно реализует этот проект. И, собственно, отчасти поэтому мы заявились на этой площадке, потому что мы хотим, чтобы руководители наших учреждений прошли по тому маршруту, по которому проходят дети, и рассказали родителям, как вообще важна вот эта профориентация и как важно проводить непосредственно на предприятиях наших. 2024 объявлен годом семьи. Поэтому и педагогическое совещание в августе будет посвящено партнерству с родителями. Сейчас это особенно актуально. У нас действительно, что в девятом классе, что в одиннадцатом на государственной итоговой аттестации не снижается, к сожалению, процент детей, которые сдают предметы по выбору ниши порогового значения. То есть, это судьба ребенка, дальнейшие, дальнейшие шаги, поэтому надо эту ситуацию исправлять. Мы проводим профориентацию, у нас профстандарт, профминимум уже реализуется во всех учреждениях. Наверное, настало время плотно работать с родителями. Татьяна Волнистова отмечает, что уже назрело время для того, чтобы вернуться к вопросам родительского просвещения. Возможно, стоит организовать родительские школы или клубы и сменить формат общения, чтобы обсудить реальные проблемы и насущные вопросы в неформальной обстановке. Детский сад «Дюймовочка» поделится своим наработанным опытом взаимодействия с родителями. У нас во многих детских садах организованы родительские клубы. Тоже пусть поэтому детские сады нам и расскажут, как поделиться своим опытом, чтобы школы его перенимали. Также в центре внимания на педсовете будет и работа педагогических классов, поскольку самое действенное решение кадрового вопроса в сфере образования – это самостоятельное взращивание молодых специалистов со школьной скамьи. Четыре педкласса отработали достаточно эффективно, хорошее мероприятие провели, педагогический триатлон, причем в нем принимали участие ребята из соседних муниципальных образований. Вот обсудим с коллегами, как мы будем развивать дальше это направление, и как дальше тех ребят, а они будут уже в 11 классе, которые сейчас прошли через первый опыт педклассов, как дальше их не упустить, мы будем рекомендовать директорам организовать целевое направление в наши вузы. Будут вводиться льготы для педагогов. С 1 сентября молодым специалистам образования, пришедшим в школы, положена доплата в размере 10 тысяч рублей. Прорабатывается вопрос выплаты стипендий для студентов-целевиков, не имеющих задолженностей, из местного бюджета. Продолжается озеленение территории рядом с Домом ученых. Напомним, что помимо деревьев в этом году здесь собираются высадить 17 тысяч кустарников, и процесс потихоньку движется. Наша съемочная группа побеседовала с работниками службы зеленого хозяйства, узнала о планах по работе на этом участке. Высаживаются кустарники, в данном случае это рябинник, рябина листный, сорт С. Еще будут несколько сортов и несколько видов кустарников. Они на самом деле, все кустарники, которые здесь запланированы к посадке, они отличаются своей неприхотливостью и хорошей переживаемостью в наших городских условиях. Работа ведется поэтапно. Территория для посадки большая, погода не всегда благоприятствует. Текущий этап не последний. Обычно высадки саженцев проходят весной и осенью, но кусты сотрудники зеленого хозяйства высаживают летом. Анжелика Волотовская объясняет причину. Нужно сказать, что кустарник не открытой корневой системы, а закрытый, поэтому высаживать его можно в течение всего посадочного периода, начиная с весны и кончая осенью. Самое главное – полив в свои временные. Есть открытая корневая система, как это известно, это значит, выкопали его из земли, перевезли там каким-то образом, да, и потом только осуществляется посадка. А здесь они, получается, выращиваются сразу в горшочках, поэтому все необходимое – и питание, и влажность, все у них аккумулировано, и в любой момент их можно высадить. В социальных сетях встречались комментарии с критикой в адрес высадки кустарников. Часть жителей считает, что лучше бы на площади появилось больше деревьев. Во-первых, у каждого есть свое мнение, у каждого есть свое видение, да, что лучше, что хуже. А в данном случае здесь сочетание и деревьев, и кустарников. Так что, мне кажется, будут довольны и сторонники деревьев, и сторонники кустарников. Для чего нужны кустарники? Они нужны так же, как и все зеленые насаждения, которые улучшают кислород в нашем воздухе, очищают его, воздух имеется в виду городской, ну и создают очень приятную эстетику городскую, приятно глазу, приятно душе. К тому же кустарники подобрали цветущие. По словам агронома, ближайшее цветение обнинцы увидят в следующем году. Сотрудницы зеленого хозяйства говорят, что без ухода кусты не останутся. Будут необходимый полив, прополка, подкормка. Со временем растения будут подстригать, чтобы выглядели опрятно. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, ВКонтакте, а также на одноименном ютуб-канале. Не забывайте подписываться на нас и на других площадках в Рутубе, Дзене и Телеграме. Об интересных событиях в Мелухограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова